Здравствуйте! Тема дня – привлечение общества к социальным проблемам в городе. Сегодня мы поговорим о ярмарке «Мастерская добрых дел». Узнаем, как она помогает людям и почему от тех, кто нуждается в помощи, беспокоится волонтера, а не местная власть. У нас в гостях Ксения Андреева, кандидат в депутаты Запорожского областного совета от политической партии «Объеднание самопомощь». Здравствуйте, Ксения! Расскажите о ярмарке «Добрых дел». Хочу сразу поправить и сказать, что ярмарку мы будем проводить в этом году в декабре и проводили в прошлых годах в этот период. А сейчас мы провели праздник в формате мастер-классов. Расскажите подробнее, какие были мастер-классы, сколько их было? Да, было три мастер-класса основных. Мастер-класс по мыловарению, мастер-класс по созданию ляльки-мотанки. И третий мастер-класс – это была роспись на чашках витражными красками. Очень интересно. Кто принимал участие? В мастер-классах принимали участие школьники. Ребята примерно 10-11 лет. Им было очень интересно. Конечно, они вовлеклись в это действие с головой. Сколько времени проходили эти мастер-классы? Хватило ли детям времени, чтобы сварить брусок мыла? Это не просто был брусок мыла. Это были красивые изделия в разных формах. В форме цветочков, бабочков. Бабочек разноцветный, очень яркий. Хватило времени, и некоторые из детей успели принять участие во всех трех мастер-классах, проявить себя самым лучшим образом. А в завершении всего еще и подписать открытки. Не зря называются мастер-классы как «добрые дела». Почему именно так? Ведь мастер-классов на самом деле очень много в городе. Почему именно ваши мастер-классы – это доброе дело? Верно. Наши мастер-классы были безоплатны. И все поделочки, которые ребята сегодня сделали, они направятся в областную детскую больницу в отделении онкологии и онкогематологии. К ребятам, которые находятся там и, к сожалению, месяцами не покидают больничных палат, и не видят своих сверстников, и не имеют другого общения. Поэтому ребята, которые сегодня сделали и мыло, и сделали открыточки, и сделали куколки, все эти поделочки отправят туда с пожеланиями выздоровления и самыми светлыми эмоциями. Сколько детей приняли участие в мастер-классахах? Более 20. Более 20. Ну это достаточно много, но я думаю, что еще очень много детей, которые хотят помочь больным деткам. Как? Что для этого нужно делать? Куда обращаться? Объединение самопомощь будет информировать на своей страничке в фейсбуке, в других социальных сетях о том, когда мы будем проводить в будущем эти мастер-классы. И все желающие смогут принять участие, конечно же, записаться и прийти для того, чтобы передать кусочек себя и пожелания выздоровления ребятам. Вы говорили о том, что в декабре все-таки пройдет ярмарка. Расскажите более подробно и как можно принять участие в этой ярмарке. Да, ярмарка проходит в формате онлайн. И уже начиная с декабря месяца ищите анонсы, опять же, в интернете, в сети интернет, как можно будет поучаствовать и со стороны рукодельниц, да, кто сможет предоставить свои работы для этой ярмарки, и со стороны покупателя, чтобы купить себе маленькое новогоднее чудо, сделать доброе дело. Что потом? Что потом? Что потом? Мы поедем в больницу, в областную детскую больницу. Два отделения, с которыми мы часто общаемся, знаем о их нуждах, знаем, кто лежит в этих отделениях, кто эти детки, кто их мамы, в чем они нуждаются. И все средства, собранные от ярмарки, и вот в формате мастер-класса все поделочки, все отправляются туда. Вот. Мы как раз перешли к средствам и, наверное, перейдем на такую достаточно болезненную тему. Почему местная власть взваливает все проблемы тех, кто нуждается в помощи именно на волонтеров? Почему местная власть ничего не делает для помощи этим людям? К сожалению, так ситуация и выглядит. Местная власть, городская власть, наша всеукраинская власть. Очень выгодно и удобно переложить помощь тем, кто в ней нуждается, на плечи волонтеров. И, в частности, сейчас мы коснемся с вами вопроса медицины, да. Бесплатная медицина – это миф. Я думаю, это всем понятно. Ее не существует, в принципе. Отделение, которое я назвала «Лечение этих деток», оно очень дорогостоящее. И всем миром собираются на курсы химиотерапии, на какие-то конкретные препараты, на реабилитационные курсы, на поездки в другие страны для лечения. Это очень большие деньги, да. И государство выделяет бюджеты для больниц, выделяет бюджеты для лечения таких детей. Но возникает резонный вопрос – где эти деньги? Бесплатная медицина не существует и должен купить все, начиная от ваточки и спирта, и оканчивая, конечно, дорогостоящими препаратами. Мамы и дети, которые борются за свою жизнь, не имеют такой возможности физически. Многие уже не имеют жилья своего собственного, не имеют машин. Потому что все это продано для того, чтобы спасти жизнь своему ребенку. И сейчас ситуация выглядит так, что наша власть, она не дееспособна, она не планирует. И ничего не изменится на самом деле. Как сейчас не помогают и не слышат голоса этих нуждающихся родителей, их деток, кто нуждается в помощи, их не услышат и дальше. А волонтеры, те люди, которые и помогали, и будут помогать в будущем, они способны изменить ситуацию. Но для этого им нужно прийти к власти. Да, ну, нужно что-то с этим делать. И это ясно. Что планируют с этим делать в объеднании самопомощи? Как с этим бороться? Те люди, кто сейчас уже есть в объеднании самопомощи, они неравнодушны, это в первую очередь. Это люди, которым не все равно. И это, собственно, касается всех сфер, о которых мы с вами можем говорить. Сейчас, если это вопрос медицины, то на мне все равно, как живут эти семьи, да, как живут эти дети, что они кушают в этих больницах. А я вам честно скажу, что, ну, никому не пожелаю оказаться на больничной койке и увидеть вообще, как проходит день одного ребенка в отделении онкологии. Поэтому в объеднании самопомощи как и помогали, так и будут помогать в будущем. Будут участвовать во всех процессах. В частности, если мы говорим о бюджетах на медицину, да, то нужно грамотно распределять их и отслеживать, главное, как доходят ли деньги до тех, кто в них нуждается. Что нужно делать на данном этапе, чтобы помочь этим детям? Ну, на самом деле, мы сейчас говорим о тем запорожцах, кто захочет помочь в этом отделении. Да, мы говорим о запорожцах, которые уже нуждаются в помощи. И наверняка из наших зрителей есть люди, которые хотят помочь. Либо присоединившись к объеднанию самопомощи, либо морально, либо финансово. Вот что делать? Да, я расскажу. Смотрите, помочь – это очень здорово. Желание помочь – это очень здорово. Поэтому можно присоединяться к таким проектам, как мы проводим в формате мастер-классов, либо будем проводить в формате ярмарки. Также можно отслеживать сборы текущие на лечение деток и принять участие, собственно, финансово. Либо же помочь прийти в отделение и спросить, в чем вы нуждаетесь, и оказать в свой посильный вклад. Сейчас очень распространено мошенничество среди волонтеров. Верно. Якобы волонтеров. Борется ли объеднание самопомощь как-то с этим? Ну, на самом деле, знаете, появляются ежедневные сообщения о том, что кто-то создал обманным путем, да, создают страницы, открывают сборы на лечение детей, и детям, конечно, эти деньги не доходят. Ну, именно поэтому мы всегда отслеживаем, общаемся с родителями напрямую, да, и узнаем информацию для перевода средств, чтобы эти денежки дошли к конкретному человеку. Ваши планы на будущее? Ярмарки, мероприятия? Как вы в будущем хотите помогать? Ну, я считаю, что помощь, оказать, знаете, не бывает маленькой помощи, бывает большое равнодушие, большое безразличие. Поэтому я предлагаю в школах, начиная с школ, с детских садов, учить деток, чтобы помогать другим, это здорово. И это приятно. И на примере проведенного Дня Добрых Мастеров мы увидели, насколько горели глазки у деток, насколько им понравилось, с каким удовольствием они подписывали открытки, как им хотелось передать подарочек неизвестному совершенно человечку, но которому однозначно будет очень приятно увидеть добрую весочку и пожелание выздоровления. Вы сказали пример большого безразличия. Вы могли бы так охарактеризовать местную власть, ее действия в сфере волонтерства? Это очень даже мягко сказано, тогда большое безразличие. Так это и есть. Да, на сегодняшний день помощи от городской власти, от местной власти нет никакой, ровным счетом. И ничего не поменяется и в будущем, пока эта власть не изменится. Как говорится, твори добро и тебе воздастся. Видимо, местной власти воздастся вряд ли. А мы продолжаем верить в чудеса, сделанные своими руками. У нас в гостях была Ксения Андреева, кандидат в депутаты Запорожского областного совета от политической партии «Объеднание Самопомничь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова